Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт, но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш. А в гостях в студии сегодня Тамара Тетина. Здравствуйте, Тамара! Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Илона. Вам спасибо, что пригласили. И сразу же такой вопрос. Скажите, вы в быту удобный человек? Но на самом деле нет. Я вот сколько себя пыталась приучить быть хозяйственной и полюбить домашнее хозяйство, но вот как-то у меня не получалось. То есть я не умею создавать уют, у меня не лежит к этому душа, у меня нет фантазии. Элементарно даже вот на кулинарию что-то там приготовить. Вот я всегда не знаю, что приготовить. Поэтому сколько я не пыталась себе это все привить, вот как-то не получалось. И поэтому мне важно, чтобы все было максимально комфортно. То есть если посуда, если мыть посуду, то это посудомойка, если пылесос, то это робот. И в общем так, чтобы я не напрягалась вообще. Тамара, зачем вы на себя наговариваете? Это удобный человек в быту, по-моему. Нажать на кнопочку тоже надо найти время и желание? Ну как удобный? Обычно если жить с кем-то, то обычно партнер хочет, чтобы для него готовили, чтобы за ним убирали. Но вот я хоть и старалась там в свое время, но я не делала это с любовью. Это скорее было вот потому, что надо. И я помню много раз просто ловила себя на том, что вот когда я там делаю эту генеральную уборку, и вот у меня такое постоянное состояние, чувство такое сопровождает, что вот я сейчас спускаю время просто в унитаз. Сейчас зрители сидят и думают, да нет, да что ж такое, еще одна кукла красивая и нифига не делает дома. Это же не так? Да, но это мой такой вот действительно, это я по-хорошему завидую другим женщинам, которые вот умеют это делать с любовью. Вот они как-то знают, как дом обустроить, они знают каждый раз, что приготовить, чьи красиво это сделать. У меня этого просто вот как-то, причем у меня мама, она очень была хозяйственная, то есть она очень вкусно готовила, она такая вот чисто плюйка была, очень педантичная, и я вот, ну не знаю, в кого я пошла. То есть я хорошо справляюсь с информацией и не материи, но вот все, что касается материи, это вот тут уже сложно. То есть я своими руками тоже не умею ничего делать. В принципе, я довольно такая, ну неуклюжая тоже вот тут, то есть часто могу там удариться обо что-то, что-то на себя уронить, пролить, то есть это в общем-то такая вот... Ну не царское это дело, я так понимаю, да? Да нет, не в этом дело, просто вот не мое. Хорошо начали, очень откровенно, я считаю. Да, это открою, я честно. Скажите, какое место в вашем сердце или в вашей жизни занимает город Таллин? Ну я Таллин вообще очень люблю и никогда не задумывалась о том, чтобы сменить место жительства, то есть переехать в другую страну. Единственное, что я здесь не люблю, это климат. То есть для меня идеально работать и жить здесь, но когда плохая погода, куда-нибудь уезжать так просто. 365 дней в году, а вы 364 дня проводите где-то в теплой стране. Нет, ну почему? Сейчас хорошая погода вполне. Успели. Да, да, лето было замечательное. Просто иногда бывает такое, что зима начинается в октябре и заканчивается в апреле, но вот это вот я не могу до сих пор с этим смириться, хоть и всю жизнь здесь живу. Вот так если разбавлять какими-то поездками, да даже просто в Центральную Европу, там потеплее все-таки, и так посолнечнее, и пояснее, вот вполне нормально. Да, город Таллинн я очень люблю. У богатых свои причуды, да? У богатых. Скажите, а вот такой серьезный вопрос у меня к вам. Что для вас значит крик души? Ну, это когда что-то уже настолько надоело, настолько вот уже не дает покоя, что человек начинает вести себя, наверное, неадекватно, то есть делать какие-то поступки, совершать какие-то поступки на эмоциях, то есть уже не задумываясь, что он при этом делает, может быть, как-то высказываться, не подумав, потому что вот это уже все наболело, вот оно все накипело, и ты вот выплескиваешь, а потом говоришь, извини, это крик души просто вот. То есть это такая отговорка в случае, когда ты не можешь себя контролировать, и тогда у тебя есть такая ширмочка, да, можно сказать, это был крик души? Или реально что-то внутри происходит? Нет, конечно, это реально происходит, то есть отговорка, ну, это зависит от человека. Кто-то действительно говорит, а, вот мне сейчас плохо, поэтому я могу делать все, что хочу, но если говорить лично обо мне, ну, я тоже не идеальная и часто, ну, довольно вспыльчивая, эмоциональная, и бывает такое, что что-то скажу или что-то сделаю, потом я извиняюсь, говорю, что у меня сейчас тяжелый период, или там меня задели за... Погода, опять же, в Эстонии? Ну, нет, не настолько все-таки, то есть если меня там задели за живое, или вот у меня сейчас какая-то тема меня особенно беспокоит, и вот вокруг нее это все начинает как-то вращаться, и я извинюсь, объясню, но, понятно, дело, что меня это не оправдывает, что надо уметь держать себя в руках, но для меня вот крик души — это когда вот что-то уже не можешь в себе держать. Скажите, Тамара, какие качества вы больше всего цените в мужчинах? Ну, на самом деле, первое, на что я обращаю внимание, и что для меня, ну, не на первом месте, но немаловажно — это внешность. Несмотря на то, что у многих женщин, ну, наоборот, как-то вот мужская внешность как-то не играет роли, да, но... Есть такие женщины, кто не обращает внимания, вы думаете? Ну, все так говорят, во всяком случае, что мне не важно, как он там выглядит, да, для меня это важно, и так было всегда. Другое дело, что если за этой внешностью ничего не стоит, то, конечно, меня дальше этот человек уже не будет интересовать, но, да, вот это для меня важно, плюс честность. Причем такая честность, я очень уважаю людей, которые могут сказать какую-то неприятную правду, но вот сказать как есть, потому что тогда, ну, по крайней мере, я за себя говорю, я в этом случае, как бы мне обидно, может быть, не было, да, это слышать, и я чувствую уважение, и я понимаю, что, значит, этому человеку можно доверять, значит, на него можно положиться, потому что он мне сейчас сказал, как есть, он мне не соврал, он мне сделал вид, что ничего не происходит, и потом я там задним числом что-то узнала. Ну, то есть для меня намного хуже, это когда я что-то узнаю от третьих лиц, или вот как-то случайно, потому что тогда у меня просто возникает ощущение, что меня все это время держали за идиотку. Вы как-то эту ситуацию сейчас, по-моему, прожили для себя? Ну, у меня было, у меня было, у меня конкретно был и случай, в моей жизни был человек очень честный, и в моей жизни был человек, который врал на каждом шагу, и то есть и та, и та, и та, и другая ситуация, они очень, ну, как бы, я их очень, ну, чувствую, понимаю, и поэтому, да, для меня вот это очень важно, когда человек умеет быть честным в любой ситуации, то есть это не значит, что, правда, надо вот прямо вот в лоб, как есть, говорить, она иногда бывает очень страшная, но всегда можно найти слова. Ну, вы сказали, был такой и был такой, то есть на сегодняшний день ни того, ни другого? Да, нет, но с честным до сих пор общаемся, дружим, все хорошо. То есть честный хотя бы может в друзьях остаться, если что. Да, да. Поняла. У меня к вам такой очень, ну, скажем... А, ну, я, да, я не договорила, это еще... Так, простите. Да, это не единственное, да, еще такое, наверное, редкое качество для мужчин, которое я очень ценю, это мудрость мужская, потому что вот женщины, они чаще всего бывают мудрыми, но вот мужчины как-то слишком все воспринимают логически, логически, рационально, но когда человек еще может как-то попытаться поставить себя на место другого, на место женщины, попытаться посмотреть на ситуацию глазами женщины, да, через ее эмоции, ну, вот это очень, мне кажется, здорово, и это говорит о некой... о том, что у человека есть некая глубина. Мудрый значит старше. Нет, не факт. У меня есть один очень близкий друг, он младше меня года на два, и вот сколько я его знаю, мы уже лет 12 знакомы, если не больше, вот он когда еще в школе учился, он просто не по годам был мудрый, как старец. Но он по какому-то критерию тоже не подошел, да? А вот как-то с самого начала так получилось, что мы, наверное, как родственные души, вот, познакомились, у нас сразу как-то такой контакт появился, и мы друг друга как-то и не воспринимали по-другому, то есть вот сразу стали такими очень близкими друзьями, вот уже много лет дружим, вот. Ну и еще одно качество, которое, конечно, наверное, все женщины ценят, это интеллект. Мудрость, интеллект, у вас так все как-то скучненько. А богатый, не знаю, там, щедрый, ну, что-то такое вот, ну, молодые женщины сейчас... Если он богатый и щедрый, при этом он неверный. Так, это минус? А? Это минус. Для меня, конечно, это минус, да, да. Ну, то есть я... А если верный, но не богатый? Ну, не богатый, это понятие очень такое относительное. То есть если у него вообще нет денег, и он весь в долгах, то это не вариант. Но если достаток средний, в принципе, ну, все, все, что надо, есть. И если какая-то там ситуация возникнет неприятная, там, ну, не знаю, мало ли там, дом загорится или еще что-то, то есть у него будет какой-то запас, чтобы в финансовом плане ее решить. Нет, ну, то есть для меня этот достаток, он не на первом месте, и даже не на втором, не на третьем, не на четвертом. Ну, расскажем нашим самодостаточным мужчинам с харизмой и что там еще со всеми составляющими. Интеллект, да. С интеллектом в том числе, что сердце ваше на сегодняшний день свободно. Свободно, да. Ну, вот какая-то польза с передачей. Скажите, Тамара, в Швеции владельцы собак отдают предпочтение таким низким породам, а в Норвегии, наоборот, любят очень нескладных, высоких, здоровых собак. Вот с вашей точки зрения, почему такая разница во вкусах, на мой взгляд, в родственных народах? То есть они же соседние народы, а так по-разному подходят вот к этому вопросу. Ну, так, мне кажется, что я не изучала этот вопрос, я не знаю, да, но если так подумать, может, просто какая-то, когда-то мода просто на это пошла, потому что, если даже посмотреть, вот мы здесь в Эстонии живем, да, русскоязычное население, эстонноязычное население, насколько у нас разные предпочтения вообще во всем, начиная от моды, заканчивая, ну, литературой, искусством, музыкой, питанием. Конечно, да, конечно, да, то есть тут дело не в том, что народы, рядом они или далеко друг от друга, мне кажется, просто вот в Швеции пошла какая-то там мода или какая-то история, вот, связанная с этим, ну, и оно пошло-поехало, а в Норвегии вот так вот. Я просто, ну, не знаю, как на самом деле, но вот это то, что приходит мне в голову. А чем отличаются, вот, вкусы и интересы, как вы сказали, эстонцев и русских в нашей стране? В чем разительная разница? А если говорить о чем? Ну, вот, допустим, о, вы сказали, литература, там, мода, мода, допустим, по-разному одеваемся. Да, кстати, вот по моде очень такой интересный, я заметила такой очень интересный момент, что, ну, по работе я довольно часто посещала местные там показы дизайнеров и эти таллиннские недели моды, вот я что заметила, что эстонцы очень любят такие цвета, ну, грустные, то есть если красный, то это такой грязно-красный. Ну, почему? Ану Сагим очень ярко одевается. Ану, это Ану Сагим, это сейчас такой единичный случай. Это уже не источка, если что? Нет, ну, это единичный такой случай, я говорю, вот если, вот дизайнеров даже брать, вот я смотрю коллекции, и вот шикарный крой, все замечательно, но вот такой красный, который даже не всем идет, то есть он какой-то такой грязный, хмурый, видеозаставки всегда к этим модным показам, какие-то вот мрачные, каким-то декадентством отдает. То есть у эстонцев как будто бы все в такую более депрессивную сторону в этом смысле. А у русских наоборот, все должно быть ярко, всего много, золото-серебро и желательно все вместе, яркие макияжи. Это потому что модно или потому что это, ну, вот с чем это связано? Я не знаю точно, но слышала такую версию, что когда во времена Советского Союза был вообще, ну, дефицит на модную одежду, да, и ее там доставали своими какими-то путями, и не все решались ее носить, а тут бац, начали завозить. Ну, подождите, Советский Союз коснулся всех, и эстоноязычных, эстонок, скажем, и русскоговорящих, да, русских в Эстонии. Почему тогда на них это? Ну, эстонский менталитет изначально вообще другой. То есть изначально, даже вот если литературу почитать того же Антона Хансона Тамсара, да, правильно, я уж извиняюсь, но я еще в школе когда читала, для меня это было все очень мрачно и депрессивно. Вот, то есть это уже как бы было. Не боитесь, что вас сейчас закидают шапками, что скажут, а, какая, ярких тоже много, или наоборот, среди русскоговорящих или русских девочек очень много, кто любит тоже такие постельные тенаны. Ну, постельные это еще хорошо. А, это еще хорошо. Да, это еще хорошо, а я говорю про такой какой-то... Мешковину? М? Про мешковину прям. Мешковина темная, такая черная, минималистичная очень, ну, то есть это такое основное вот течение в моде. Очень часто популярен такой, так называемый, бомж-стайл, вот, ну, есть такое понятие, да, в моде. Скандинавский. Да, да, да. То есть, да, то есть эстонцы ближе к скандинавам в этом смысле. И даже если говорить про еду, вот у эстонцев очень сейчас модно все натуральное, все экологически чистое. Если лимонады, то крафтовые, если кофе, то тоже спешлти кофе, то есть если пиво, то тоже крафтовое. То есть все вот у них на это крафтовый акцент. А русские, мне кажется, все равно... Это не вопрос кошелька? Нет, абсолютно, потому что все... Натуральное дорого? Что? Натуральное дорого? Да, это дорого, но я сейчас смотрю, что в магазинах очень много появилось тех же лимонадов крафтовых и всего. Ну, есть, скажем, более бюджетные варианты, которые может себе каждый позволить. Но вот мне кажется, что вот русским все равно. Так думайте. Да. То есть я не русская в данном случае? Я да. Нет, ну как мне, конечно, что-то нравится, да, но в целом, конечно, я себя ощущаю больше русской. Хотя я вообще полукровка, у меня мама эстонка. Спасибо. Такая у нас получилась дискуссия, я думаю, что спорная. И я думаю, что очень у многих возникнет желание комментировать. Я буду только рада. Подобный ответ, да? Скажите, вы скажите свое отношение к смертной казни. Как вы к этому относитесь? Ну, я на самом деле отрицательно отношусь к смертной казни. Я все равно считаю, что люди не имеют права забирать жизни у людей, у других. И даже если человек... Ну, то есть, может, здесь можно поставить сразу вопрос, а кто-то же убил кого-то, да? Но тут получается, что мы, судьи, тоже будем уподобляться ему. Так не мы же. Ну, не мы, а те, кто это делает, да, правоохранительные органы, или кто этим занимается, я не знаю. Вот. И, ну, это, мне кажется, неправильно. С этой стороны плюс еще с той, что человек, когда знает, что ему предстоит смертная казнь, ну, это же минутное дело. Он же, ну, это, мне кажется, в этом смысле страх перед смертью не такой даже сильный. Он скорее даже, ну, мне так кажется, что скорее даже будет ждать, чтобы скорее бы это уже все закончилось, оно раз и все, и меня не будет, я ничего не почувствую. А при этом от его поступка, ну, допустим, от убийства страдают близкие люди убитого человека. То есть его поступок принес большие, как бы, последствия, да, которые тянутся и тянутся. Вот в этом случае скорее нужна не смертная казнь, а пожизненное заключение. И тогда мы с вами его содержим. Да, да, тогда мы его содержим. Но с этой точки зрения, конечно, это невыгодно, но я... Я вас переубедила сейчас или вы остались при своей точке зрения? Нет, я как-то все равно считаю, что... Но мне эта идея не близка, смертной казни. Плюс сколько бывает случаев, когда человек не убивал, но его обвиняют. Ну, мало ли, подставили, еще что-то. И вот как тогда? То есть его обвиняют в убийстве и ему назначают смертную казнь. Вот как? Это же несправедливо. Ну, когда речь идет о смертной казни, тогда, как правило, это не одно убийство. То есть это какой-то ряд уже совершенных преступлений. Ну да. Ну и плюс тоже человек, который сидит в тюрьме пожизненно, либо, ну, какое-то... Либо там 10 лет, 15 лет. Если у него, по крайней мере, есть время, вот он лишен свободы, он лишен всего, что он любит в этой жизни, у него вот он страдает в это время. Он что-то переосмысливает, возможно. Он, возможно, меняется. Не факт, что в лучшую сторону, но это может быть. То есть здесь его страдания, они как бы, ну, как... Смягчены. Да, да, да. А вы до сегодняшнего дня думали на эту тему вообще? Красивые молодые девушки думают на такие темы? Не берусь за всех говорить. Ну, вообще, именно конкретно на эту тему я не думала. Но иногда, вот когда такие вопросы возникают, ну, неоднозначные, когда вроде бы и эта сторона... Ну, и у одной стороны есть сильная сторона, и у другой. Вот, да, я в этом иногда задумываю. У нас есть такая традиция, такая, мы задаем блиц-вопросы, на них нужно ответить одним-двумя словами, по возможности коротко, быстро и не задумываясь. В чем смысл жизни? В любви. Моя родина — это? Мой дом. Что такое счастье? Гармония. Что такое несчастье? Пустота. Скажите что-то наедине президенту Эстонии. Это не ваше. Я бы так сказала. Ничего себе, как смело! И что вы ждете от будущего? Реализации своих целей. Не ищите счастья, а станьте источником счастья прямо сегодня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok